Молитесь, Игорь Михайлович. Молитесь, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, Игорь Михайлович. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти мя грешного, яка не коли же благое сотворих пред тобою. Но избави мя от лукавого, и да будет у меня воля твоя. Да неосужденно отверзну, уста мои недостойны. Я восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, Иже везде ссы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистенны от всяких скверных, И спаси, блажи души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесех. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, И остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, свят, святость и Божия, Богородица и помилуй нас. Слава отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь на воздвиг, мне, если Господи, умой просвети, и сердце уснемой отверзи. Моя же петь, и те святая Троица. Свят, свят, святость и Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приидет, и к его же деяниям обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святость и Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Так, а многеряя Твоя благость и долготерпение не прогнелся на меня лениво и грешно, не погубил меня с обеззаконием моими, но человеколюбствовал, если обычно, и в нечаянии лежащего воздвигом я неси. Во ежиутриньки славослойки державу Твою. И ныне, Владыка, прости согрешение мое, и устрой в этот день все по воле Твоей, дабы не наша воля исполнилась, а Твоя, ибо не знаем, о чем просить, как должно. Дух Святой да наставит нас, да сотворит истинную молитву в Духе Святом. Аллилуйя! Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и преподем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу. Уразуми меня, и научусь заповедям Твоим. Боящийся Тебя увидит меня и возрадуется, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешение моим, по Слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Да будут постажены гордые, ибо безвинно угнетают меня, и я размышляю о повелении Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце моим непорочным в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истоевает душа моя о спасении Твое, уповая на Слово Твое. Истоевает очи мои о Слово Твое, и я говорю, когда Ты утешишь меня. Я стал, как мяг в дыму, но уставок Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителем моими. Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои, истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повеления Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определению Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы незакон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо имей Ты оживляешь меня. Твое, спаси меня, ибо я взыскал повеления Твоих. Нечтиво подстерегает меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Я люблю закон Твой, весь день размышляя о нем. С заповедей Твоей Ты садил меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровении Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твоих храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладкие гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим. По велениям Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое, светильник ноги моей и свет стезей моей. Я клял сохранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетил меня Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же Господи принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя не пристану в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечтивую поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели в сердце моего. Я преклонил сердце моё к исполнению уставок Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты, покров мой, и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изголь, отметаешь Ты всех нечтивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу Его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои ожидания спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои, более золота и золото чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровения слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповед Твоих жажду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос по Своей многой любви сошел на землю и воплотився, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаящихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не на те дела правдущих меня. Но это вера, да будет проище всего. Да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что оторг мне от Твоих руки оградой. Но ли хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее. Скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил Матери моей. Спадал меня, Господи. Возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Пречающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, в последней жизни, ныне и всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь нахранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности узлома демону, почить мне себе преобладание от вас смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедному души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронимать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил в меня страхи своем, и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, Своими святыми всесильными молитвами отгонит меня смиренно в несчастную раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удалится скверны, лукавые и хульны помыслы из окна моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бог несчастен. Избавь меня от моих гипагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисто имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою, благословен ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила Счастнага Животворящего Креста Господя не оставила от грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивное дару и Твоя сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй. Митрополита Илариона, епископа Иктихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засима, Алипия, Андрея, Максима Владимира, и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священник, если угодно тебе, Господи, смири власти и воин своих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, дабы издавали мудрые законы и дали достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца их исправь и сохрани их от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй, Господи, мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя, Христе Божий наш. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха, от непосильных искушений, защити жилища наше и селения от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Владимира и брати, Людмилу, Любовь Владимира, Алексея и Иосифа, прищи добрые жители с детьми и сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликтину, Надежду, Валентину, Катерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, Сергея, Александра, Александра, и всех, кому возвестили слово истины, помилуй и Господи. Возри на врагов, разруши их злые замыслы, утиши их гнев и в судный день не помяни их лжи, безумия, наставь их на путь истины. И ты уже это делаешь. Хвала тебе, наш Господь, за услышанные молитвы и посети благодетелей наших, воздаем добром всей жизни и в будущее. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталья, Эдуарда, Надежду, Юрия, Неодьеву, найди отступников, Господи, устыди, устраши. Дьявол сверг их от света в тьму, верни их, Господи. Михаила, Николая, Александра, Юлию, благослови Максима, уменьши его сердце. Аллилуйя. Господи, посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли мы в исцеление Твое. Валерия, Лариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Валентина, Валентина, Анну, Нианилу, Нианилу, Татьяну, Татьяну, Надежду. Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя. Путешествующих, Раису, Льва, Виктора, благослови. И все наше родство найди. Ибдоки, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И покой, Господь, в обителях небесных, усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, и всех православных христиан. И сотвори вечную память, вечный покой. Господи, защити и сохрани наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути, и трудящихся, и Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Вячеслава и Содружества, семейства его. Найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Абва Отче. Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, Вся земля полна, Слава Его, Аллилуйя. Слава Вышне Богу, На земле мир, В человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, За все Твои милости И щедроты, И за тот день, Который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобою, И ожидания суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, За тот день, Когда дал мне Святую Библию, И указал на толкование Святых Отцов, И на каноны Церкви, Как на истину. Воздай вечности всем, Кто трудился с моей душою, Наставляю на путь истины, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, Спаси нас молитвами своими. Господи, Воздай добром всем, Кто помогал нам В нашей поездке с миссией. Виктора Николая, Павла Зинаидова Владимира, Дмитрия Сергея. Ты всех их знаешь, Господи. Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, Благодарю тебя. Сколько лет ты сохранял И защищал От видимых и невидимых Опасностей и угроз дьявольских. Не покинев смертный час, Когда душа будет Разлучаться от тела, И проведи ее По мытарствам, Страшным и непонятным, И веди ее навеки В вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, Претеща Христов, Моли Бога о нас. Научи нас, Господи, Жители в бедности, Имея пропитание и одежду, Быть благочестивым И довольным, Никогда не роптать, Никому не завидовать И быть во всем экономным. Моли Бога о нас, Святитель Христов Никола, Мерлитийский чудотворец. Аллилуйя. И каждому дару, Господи, Жилье Сергею Гавриилу. Молите Бога о нас, Святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езранееми, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Айгей, Сакония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою. Да бы день прихода то наше отшествие не застал нас неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфей и Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, через которое мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Господи. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, поликармс, Минский, Устин, философ, Космай и Дамьян, Андрей Стротилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, сорок святых мучеников, Сарь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста. Вразуми, Господи, и наставь Вениамина, Анфима, и устраши родителей за такое воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуз, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макария, Макария, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ива, Почаевский, Сергий, Радонский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Ивочеки Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь в святой православной вере, А замысел еретиков, разрушив ничто, преврати, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущеница, Патиня, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетвы, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприян и Устина, Нодарует Господь женам и девам, Послушание, Послушание, Молчание, Соломудрие И стыдливость, И сохраних от всяческого поругания, И справки покорилось Галины, Семейства Евгения, Надежды, Светланы, Марины, Людмилы, И Анны, И прими, Господи, Нашу молитву воздеяния рук, Как жертву вечернюю, Благоухание и приятное Перед престолом благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Боже всемогущий, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофской страдания Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, Умершего за наши грехи И пролившего свою причистую кровь Для омытия нас, Услыши нашу молитву о всех, Заповедовавших нам молиться о них, Владыка, Спаси их и помилуй, Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит раб Твой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Аминь! Доброе утро всем! Доброе утро! Доброе утро! Сейчас Сергей будет считать Вопросы и ответы Нужно один вопрос осветить Кто пожелает после него Сразу ко мне зайдите и задайте Евреям 4.12 Слово Твое живо и действенно! Люди не знают, что это И его надо озвучить Кто пожелал бы Дождаться, когда Сергей кончат А он чем дольше читает, тем лучше для нас Успеть сделать Потом он отключит Потом он отключит И с новой строки И задать вопрос этот Желающих нету? Ну, Виталий, тогда ты Готов? Я могу, Игнать Игорь Хорошо, благодарю Книга «Открытым оком» Том 22 Тема «Церковь» Вопрос 3465 Как относитесь к тем, кто был никаким, посещая православную церковь, но стал ходить к католикам, и что-то в человеке изменилось, он стал чаще ходить к ним на службу? Отвечает Игнатий Тихонович Алабкин Мое мнение может и не понравится многим Я признаю их за церковь, но со многими заблуждениями Вот совсем новые журналы их «Святая радость», «Молодежный католический журнал», «Кредо», «Верую» Настолько же все приемлемо мною, священник моет женщинам ноги, а сам по форме одет, все бритые, женщины и девчонки в штанах, сережками, полураздетые, молятся без платков Так чем же тогда они отличаются от мира? Да у нас таких даже во двор не пустят пока не переоденутся Но, читаю, есть и хорошие, поучительные статьи, хотя и с привкусом вольности И везде «Папа, папа» Приводят места Писания неоднократно и впереди представляют «Так сказал Святой Отец», «Так сказал Святейший Папа» Если бы не знал Писание, то и я поверил бы Зачем, однако, это нужно, чтобы слова Христа и иных мест Писания приписывать Папе? Папа, может, и не знает про эти загогулины Им я больше верю, когда сам с закрытыми глазами, чтобы не видеть эту мирскую мерзость Что и Папа их бритый на бабу похож За 80 лет людям и они скоблятся Зачем? И тут же буквально, только перевернешь страницу Сразу рубрика «Жизнь Иисуса Христа на двух страницах» Где в виде комиксов, мультиков изображен Христос И ученики там все с бородами Их что, не обличает, что католики совсем-совсем не так даже внешне выглядят? Что-то, как у эговистов, супермирское подделка Отрицания святости в жизни, отделения от мира нет совершенно Мне неизвестны близко стара католики Может, у них получше Если кто-то был никакой в православии, то мне трудно поверить, что у католиков он станет лучше, строже, внимательнее, духовнее Колоссянам, послание, 2 глава, 8 стих Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию пустым обращением по преданию человеческому По стихиям мира, а не по Христу Истинно, православный никогда не пойдет никуда Потому что в православии всего хорошего достанет Только надо это выявить, трудиться Если бы в раз покаялись священники католические в попустительстве, какой у них И сказали бы, что женщина не должна носить мужскую одежду То много ли из прихожан у них осталось? И чтобы мужчины не боились Совершенно не трогали бороду Может, монахи не только бы и сохранились Они же видят, что люди живут по стихиям мира И потому принизили планку требований И плывут в этой жиже В пропасть пастой своей Все им разрешая А сколько курят А сколько в масонах состоят В экуменизме Прошерсти их апостол Павел И можно сказать, что Лавочку закрывают А так много нас Да много и у буддистов Много и у мусульман Да толку-то в том Книга Второзакония 31 глава 12 стих Собери народ Мужей и жен и детей И пришельцев твоих Которые будут в жилищах твоих Чтобы они слушали и учились И чтобы боялись Господа Бога вашего И старались исполнять все слова закона сего Книга Второзакония 22 глава 5 стих На женщине не должно быть мужской одежды И мужчина не должен одеваться в женское платье Ибо мерзок перед Господом Богом твоим Всякие делающие сие Книга Левит 19 глава 27 стих Не стригите головы вашей кругом И не порти края бороды твоей Послание к римлянам 2 глава 13 стих Потому что Не слушатели закона Праведны перед Богом Но исполнители закона Оправданы будут Деньги любят непременно счет Неважно в чем В копейках В миллиардах Иначе все сквозь пальцы утечет И спустится в рулетку Или в карты Всегда подсчитывают прибыль и растрату Насколько выгодно занятие предмет Во что вложить С предбытком взять обратно Не мелочью в кармане Чтоб греметь Насколько выгоден Я сам Наземный Что тратят на меня Счет до копейки По осени дадут Колось я зерна Увидеть то Уже сейчас сумеете Что есть на мне Во мне И подо мной Оно же с кем-то Оно же кем-то Сварено и сшито В любое время Летом и зимой На мне одежда есть И как обычно сытый Шахтеры гибнут В шахтах Не за грош Мотает траулер И будет сельдь В тарелке Бог подобьет итог Когда помрешь Убыточные есть И то нередко Куда На что не положу Свой взгляд Стекло в окне И рамов чьей-то краски На все На все А это все подряд Притом с утряской Плотно под завязку Должник за вещи Платье За еду И за жилище Светлое С порогом Как делал Это Пусть Кто делал Это Пусть Ко мне Войдут Хочу их Всех Хоть мысленно Потрогать И рядом Столб И чьи-то Провода Электростанция Незримая В придачу Забьюсь В горы В горы В келью И тогда Я в этом плане Не переиначу Со мною книги Крестик И топчан Как возместить Долги Прещедро Должен Нас Смогут Вещи Умно Обличать Внимание К совести Подай нам Дивный Боже 26 мая 2007 год Игнатий Лапкин Сергей Ты там Там Просчитал Неземный Не наземный Там у твоей Неземный Посмотри Это Смысл меняет Вот Неземный Насколько Выгоден Я сам Неземный Неземный То есть Это Перегни Незем Ну От коров Там что Остается Благодарю Неземный Неземный Это Иди Гуляй Зачем Пришел Книга Открытым Оком Дом Том 22 Вопрос 3467 Кто Такой Эпифалий На которого Некоторые Ссылаются Что он Новомученик И категорически Отрицал Общение С юридической Московской Патриархией В любом виде Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Он Не мученик А Исповедник И взят Не за Веру А за Террористическую Деятельность Так что Исповедничество Еще под вопросом Даю данные Из брошюрки Желтого цвета 48 страниц Безысходных Данных Вообще Где Когда Кем Издано Схемонах Епифаний Чернов Александр Андреевич Родился 27 августа 1909 года Умер 15 ноября 1994 С белогвардейскими Войсками Эмигрировал Прислуживал У архиепископа Феофана Бывшего Полтавского Ипериославского Ушел В затвор И умер В 1940 году Чернов Закончил Военную Академию А также Историко-филологические И богословские Факультеты Софийского Университета Вступает В Национально-Трудовой Союз Нового Поколения Осуществляющий Идеологические И террористические Диверсии Против Советской Власти В 1934 Году Избирается Генеральным Секретарем Болгарского Отдела НТСНП И готовит Покушение На первого Советского Полпреда В Болгарии Раскольникова Однако Последний Сам Стал Невозвращенцем Чем Расстроил Планы Террористов Сразу После Вступления Советских Войск В Болгарию Арестован В плевне Этапирован В Москву Приговорен К 10 Годам Около 1952 Года Принял Подвиг Молчания После Чего Направлен В Психиатрическое Отделение Медицинского Специзолятора Тюремного Типа Где После Уколов Позвоночник У страдальца Отнялись Ноги В 1953 Году Попал Подомнистию Но Освободился Лишь В 1955 Году По состоянию Здоровья С Диагнозом Мутизм Потеря Речи И Парапорез Нижних Конечностей В 1966 Году Впервые Заговорил Уходит В затвор В 1978 Году По Подставному Вызову В кавычках Племянницы Эмигрирует В Швейцарию Потом Во Францию С Мая 1980 Года В Юрисдикции Матфеевского Синода Старостильной Церкви Ипх Эллады Его Биография Очень Мне Близка Я Также Был Готов Стать Террористом Также Был Помещен Психиатрию Где Ушел В Молчание Но Вот Тут Наше Сходство Полностью Заканчивается Посудить Посудите Сами Чернов Строит Своё поваре На том Чтобы Не Заразиться Ересью И Как Нужно Быть К тому Готов При Антихристе Который Уже Пришел В лице Советских Правителей И Патриархийной Церкви Которая Им Несомненно Причисляется К Ереси И К Антихристу На Двадцати Страницах Выдержек Из Феодора Студита Находим Слово Ересь Триста Раз На Каждая Странице По Двенадцать Раз Что Это Не Помешательство Ли На Самой Ереси Во Всей же Библии Слово Ересь Встречается Всего То Только Шесть Раз И Ни Разу В том Смысле В каком Е Употребляет Феодор Студит Или Чернов И Их Почерневшие Последователи Книга Деяний 24 Глава 14 Стих Но В том Признаюсь Тебе Что По Учению Которое Они Называют Ересь Я Действительно Служу Богу Отцов Моих Веруя Всему Написанному В законе И пророках Второе Послание Петра Вторая Глава Первый Стих Были И лжепророки В народе Как у вас Будут Лжеучители Которые Введут Пагубные Ереси И Отвергаясь Искупившего Их Господа Навлекут Сами На себя Скорую Погибель Книга Деяний 15 Глава 5 Стив Тогда Восстали Некоторые Из Фарисейской Ереси Уверовавшие И говорили Что Должно Обрезывать Язычников И Заповедовать Соблюдать Закон Моисеев Учение Первых Христиан Все Называлось Евдеями Ересью И Доказательством Тому Что Еретиками Были Сами Обвинители Иудеям Некоторые Из Фарисейской Ереси Павел Выставляет То Что Он Лично Верит Всему Написанному В законе И пророках Апостол Петр Не Приводит Нигде Иного Определения Ереси Как То Что Враги Отвергаясь Искупившего Их Господа Остались Без Христа И Апостол Иоанн Под Понятие Антихрист Не Вгоняет Тысячи Вариаций А всего Только Один Определитель Сегодня Черновым Этого Ох Как Мало Студить На этом Материале Вообще Ничего Не Создало А вот Уже На Правилах Василия Великого Сегодня Всех Облекли Бы Ярлыками Еретик Антихрист Трое Послание Иоанна 1 Седьмой Стих Ибо Многие Обольстители Вошли В мир Не Исповедующий Иисуса Христа Пришедшего Во Плоти Такой Человек Есть Обольститель И Антихрист Приводится Приводится В этом Пространстве На 20 Страницах И 30 Мест Писания Но Как И Часто По Церковно Славянски Вот Образчик Рассуждений Студита Страница 24 Вопрос О церквах Оскверненных Священниками Вступившими В общение С Евесью И Занимаемых Ими Можно Ли входить В них Для Молитвы И Псалмопения Отнюдь Не Должно Входить В такие Церкви Для Указанных Целей Ибо Написано Все Оставляется Ваш Дом Вам Дом Ваш Пуст Матфея 22 38 Подлинно Как Скоро Введена Ересь То Отлетел Ангел Хранитель С тех Мест По словам Василия Великого Письмо 230 И Такой Храм Стал Обыкновенным Домом И Не В Ниду Говорит Псалмопевец В церковь Лукавнующих Псалом 22 38 А Апостол Говорит Какое Сложение Церкви Божией Саидолы 2 Коринфянам 6 16 Я Не Могу Проверить Действительно Ли Феодор Студит Так Говорил И Потому Хочу Поверить Чернову Феодор Студит Главный Авторитет Силы Магомед Умер В 632 Году Уже Трясет От его Полчесть Всю Византийскую Империю А Феодор Ничего Этого Совершенно Не Видит Ему Бы Иконоборцев Изничтожить Ни У Феодора Студита Ни У Ревностного Ученика Схемонаха Епифания Чернова Ни Словечка О том Что Христос Зовет Всех На Проповедь Евангелия Нигде И ни разу Главное Поглубже Зарыться Спрятаться Чудовищная Бешеная Ненависть К коммунистам И она Перекинулась На патриархию Так Кто же Им То Скажет Об истине Учитель Чернова Архиепископ Феофан Ушел В затвор И монах Не выше Своего Учителя Стал Схимонахом На самом Дне Ущелья Которое Было Показано В ведении Похоми Слова Сказанные Христом Иудеем Сегодня Любой Свободно Прилепляет К своему Недругу А тот К нему Дом Твой Пуст Иди Проверь Насчет Ангела Хранителя Ссылка На Василия Великого Как на Авторитет А Тому Кто Открыл Это Что Сие Нужно Отнести Именно К Московской Патриархии Пойти К этим Старостильникам Может Только Уж Вовсе Потерявший Из виду Христа Его Святое Евангелие А с Этими Старостильными Греками Наши Доморощенные Старообряды Всех Толков И Разговаривать Не Старообряды Полновесными Еретиками Как Турецкими Данниками Имеющими Пеструю Веру Помогшим Мордвину Никону Извратить Истинную Веру На Руси К Старостильникам Грекам Пойти Может Только Тот Кто Не Ходил Никогда На Благовестие Сгнил В Осуждении Всех Без Слова Ересь Нельзя Им И Не Связать Двух Слов Жуткое Самомнение И Дьявольская Гордыня Приводит К Самому Неприкрытому Беснованию Дьявол Понуждает Хулить Все Таинства В церкви Бесстрашно И Нагло Ивангелие От Матфея 25 Глава 18 Стих Получивший Же Один Талант Пошел И Закопал Его В Землю И Скрыл Серебро Господина Своего Книга Деяний 22 23 Между Тем Как Они Кричали Метали Одежды И Бросали Пыль На Воздух Мне Немного Приходилось Встречаться С Приверженцами Этой Угрюмости И Делается Страшно Кажется Что Эти Люди Уже При Жизни Закованы В Латы Лютости Похулили Духа Святого Сотворили Бога Себе По Образу Своему Составляют Таблицы Графики И Выявления Ереси Брошюра Так И Называется Предисловие К уставу По Охране Церкви Тайной Катагомбной Времен Антихриста Правила Поведения Во Время Господства Ереси Может Может Потому Что Сами Давным Давно В Расколе В Ререси Человека Ненавистничества Римлянам 2 глава 1 стих Итак Не Извинителен Ты Всякий Человек Судящий Другого Ибо Тем Же Судом Каким Судишь Другого Осуждаешь Себя Потому Что Судя Другого Делаешь Тоже Всего-то Ничего Непослушания Подумаешь Совета Не Спросила Не Кто-то А Жена Она Мешает И Бьет По Голове И Очень Сильно Глава Есть Муж Конечно Не Сожитель Как Приложение К Постельному Белью И Не Адам Жену Сперва Обидел Зато Теперь Все Жены Слезы Льют Не Состоится Дело Без Совета Хотя Бы Высилась Громада Новостроек Там Не Одна Семья Уже Отпета Своими Языками Себе Могилу Роют Бестрепетно Бесстрашно Охладела Одна Осталась И Известно С кем Гутарила Со Змеем И С Непокрытым Телом Сад Разгорожен Дон Совсем Без Стен Обмолвилась Хотя Б Пол Словечком Мол Собеседник Крайне Отыскался Красавец Змей Шипит По Человечьей Адам Бекрикнул Прочь Скорее Кайся Трагедия Страшнее Чем Чернобыль Смерть Расползлась Все Клетки Заполняя Змей Был Мудрее Чем С Динамитом Нобель Враг Разнолик Не Зря Ж Он Линяет Жена Ищет Послушание Мужу Когда Он Светом С неба Просвещен Иначе Будет С каждым Днем Все Хуже Муж Сделается Зверем Жутким Палачом Склоняя Голову Ищи Благословения В словах Господних В послушание Мужу Нет Драгоценнее Слезинки На коленях Без Самовластия Жены И Муж Не Тужит Сумели Ж Не Христи Соседи Мусульмане Чедру Накинуть В Балахон Облечь У Них Жена От Нюти Не От Аманит Иначе Вышвырнет А то И Тыкву С Плечь 7 Июня 2007 Года Игнатий Лапкин Однако Вопрос 3477 Том 22 Книга Открытым Оком Раньше Много Печаталось Про связь Церкви С мирскими Структурами А сейчас Все Тихо Почему Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Пишут И Сейчас Просто Не Все Попадает На Глаза Недавно Была Статья Даю Часть Ее Маркер Экспресс 18 19 Страница Номер 22 551 30 Мая 2007 Года Бренд Православная Смычке Церкви Кесаря Бизнеса Посвящен Кесаря Бизнеса Посвящается Власть И Церковь Церковь Была Спаяна С Российским Самодержавием Начиная С Михаила Романова Чей Отец Патриарх Филарет Фактически Управлял Россией Вспомните Никона Поддержавшего Степана Разина В отместку За Высылку Из Москвы Во все Времена И во всех Государствах Церковь Либо Играла Роль Спец Служб Либо Жила С ними Душа В душу Недаром Иван Грозный Пытался Облечь Опричников Монашеские Одеяния А Петр Первый Учредив Священный Синод То есть Официально Закрепив Брак Церкви И Государства Отменил Тайну Исповеди Обязав Священников Доносить За шанс Начать Все Сначала Церковь Заплатила В 17 Году Страшную Цену Но Шанс Этот Использовать Не Спешила Не Хотела Она Отделяться От государства Патриарх Тихон И Митрополит Сергий Сделали Все Чтобы Вписаться Обратно В структуру Государственной Власти Связь РПЦ И КГБ Секрет Пули Шинеля О кличках Архиереев В начале 90-х Комиссия Якунина Пономарева Под лозунгом Десталинизации Активно Пыталась Разобраться В связях КГБ И РПЦ Факт Создания Подобной Комиссии Вызвал Серьезный Переполох В РПЦ Потребовалось Вмешательство Высших Церковных Чинов Бивших Чилом В Кабинетах Высших Политических Чтобы Комиссия Прекратила Свою работу А расследование Перешло Введение Самой Церкви Но Этот Духовный Отдел Собственной Безопасности Также И не Обнародовал Ни Одного Отчета За Многие Поколения Люди Даже Те Кто Призван Пасану Служить Не Кесарю А Богу Срослись Советским Режимом И Эта Традиция Сохраняется По отношению Уже К Новой Власти Но Из-за Церковной Ограды Не Раздается Ни Слово Обличения Всего Этого Зла То есть Каждодневно Совершающегося В России Втаптывание В грязь Человеческой Личности Которая И Есть Образ И Подобие Божие Преступления Советской Власти Многие Из Представителей Которые Продолжают Занимать Ответственные Посты В политике Экономике В силовых Структурах И даже В церковной Среде Не названы И не осуждены Хотя бы Морально Акт Покаяния За прямое Или коственное Соучастие Высших Иерархов Церкви В преступлениях Советского Режима И доносительства Так и Не имел Места Сотрудничество С режимом Оправдывалось Тем Что Иначе Никак Нельзя Было Сохранить Церковь Как структуру В условиях Гонений И практика Церковно-политических Компромиссов Всегда Была На Руси Лишь Обострилась При коммунистах И сохранилась Поныне Вот так и Получилось Что церковную Эту структуру При царе И КПСС Сохранили А с совестью Как Церковь В России Является Не совестью Общества То есть Обличением Пороков Общества И власти К чему На самом деле Призвано А лишь Послушным Проводником Более Советских Правителей Следовательно Она Служит Больше Кесарю Чем Богу По самым Скромным Подсчетам 2000 Гектаров Столичной Земли Переводимой На баланс Московской Патриархии Может стоить 30 миллиардов Долларов Квот Квот Ограничивающих Размер Импорта Установлено Не было Возить Можно Любое Количество Табака При этом НДС И таможенные Пошлины Не уплачивались В результате За два года Было Везено 100 тысяч Тон Товаров 10 10 10 тысяч Тон Товаров Благодарю Выручка От экспорта Нефти За эти Годы Оценивается По меньшей Мере В 700 Миллионов Долларов Были еще Истории С алмазами И авиаперевозками Прок Иезекиль 23 глава 20 стих И пристрастилась К любовникам Своим У которых Плоть Плоть Ослиная И похоть Как у жеребцов Иеремия 2 глава 11 стих Переменил ли Какой народ Богов Своих Хотя бы Они И не Боги А мой Народ Променял Славу Свою На то Что Не Помогает Иезекиль 16 Глава 41 стих Сожгут Домы Твои Огнем И совершат Над тобою Суд Перед глазами Многих Жен И положу Конец Блуду Твоему И Ты не Будешь Уже Давать Подарков Отчего Молчанием Подавились Почему Отшельники В почете В вере Прозебания И остылость И не Версты Меряют Отчетки Желтое Пожухлое Бесплодие Радует Лим Взоры Земледельца Ереси Выискивать Их Мода На Посты На Подвиги Надеясь Благ Господь К созданию Своему Дал Великое И дивное Писание Скольких Бы Избегли В церкви Смут Не ходили Бы с Разбитыми Носами Труд Велик Рождение Ребенка Муки Матери А дальше Столько Лет Будет Рваться Там Где Очень Тонко Жизнь Что Искорка Единая В золе Так Господь Навек Установил Не Было Иного В Мир Рождения Не Родит Себя Кто Скопил Нет Плода В Предзимний День Осенний Благовестники Прищедро Сеют Семя Их Уста Как Горсть У Землепашца Словосочетание Звуки Сеет А Иначе Никакого Шанса Потому Не Золото Молчание А По сути Смертный Вызов Жизни И Какого Воскресенья Чаить Где Плоды Каков Духовный Бизнес С Прибылью С Духовными Детьми Может Ли Предстать Молчальник Веры Хлеб Пускать Поводом Для Восьми Умолчание Смертная Афера Зали Безе Заброшенной Земли Не Востребованы Делателей Мало Толкованием Вартуч Зерно Мели Чтобы Царствие Небесное Настало 31 Ну-ка Вот Перед Самым Стихотворением Открой Это Перед Самым Смотрели Так Повыше Подними Это Слово Божие Где Идет Перед Стихотворением Ну Чего Непонятно Вот Теперь Останови Ну Не Дергай Опять Ушел Держи Ну Так Что-то Тут Не 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 То Совсем А Или Может Это Стихотворение Я Не Посмотрел Запятую Не Обратил На Небесное Внимание Ну Повыше Подними Стихотворение Так Мери Тащет Еще Повыше Повыше Подожди Надеюсь Еще Что-то Не Получилось Запятая Она Прямо Резко Меняет Смысл А ты На одном Дыхании Просчитал И она Смысл Другой Ну Ладно Ладно Виноват Держал Не успевай Уже Смотреть Запятая Там Последняя Как бы Строчка Идет И стоит Запятая А ты Просто На ходу Просчитал Там Нет А вот Что Что Выступает Не в роли Союза А в роли Существительного Это Не это Вот именно Перед стихотворением Кажется Там Ну Где-то там Что-то И такое Ладно Просто на будущее Имей ввиду Каждый знак Вот допустим Тире Это Продых Сделать Такой Мода Их Иногда Места Тяжелые Попадаются У вас Стихи То Непростые Поэтому Согласен Ладно Считай Уж Прости Пожалуйста Не судите Строго Уж Как уж Ничего А вот Вверху А мой Перед этим То что не помогает То что не помогает То что Ты прочитал То что Не помогает То Что не помогает Что здесь роль Существительного Играет А не союза Да 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 Правильно Смысл меняется Я потом Когда уже прочитал До меня дошло То есть Не помогают Вот эти идолы На которых Они надеются А Они Ну Понятно То есть А мой народ Променял Славу свою На то Что не помогает То есть Если бы Речь шла Тут о человеке То было бы написано На то На того Кто не помогает А ты На то Что Не помогает Вообще Неправильно Ну Согласен Да Благодарю Книга Книга Открытым оком Вопрос 3518 Том 23 Тема Церковь Понятно Понятно Что Претензии Папства На мировое Господство Весьма Сильны Опираются Они На фразу Христа О ключах Данных Петру А почему Бы им Не взять Себе В покровителя Апостола Павла О котором Так хорошо Известно Что он Писал о римлянам И был В Риме Или Тогда Что-то Исчезло Из претензий Католиков На Главенство Папы Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Не думаю Что Вот Уж С таким Глобальным Проглядом На Тысячелетия Вперед Избирали Себе Мистической Главой Именно Апостола Петра Что Зазирали Павла Это Уж Потом Все Так Оформилось Если Бы Они Ссылались На Павла То Нисколько Не меньше Было Бы Претензий На Главенство Их Над Остальным Христианским Миром Первое Послание Коринфянам 15 Глава 10 Стих Но Благодатью Божию Есмь То Что Есмь И Благодать Его Во Мне Не Была Тщетна Но Я Более Всех Их Потрудился Не Я Впрочем А Благодать Божия Которая Со Мною Все Это Никакого Отношения Не Имеет К Спасению А Даже Напротив Того Мешает Спасению Ибо Невидимого Бога Заменяет На Видимого Папу Тем Более Из Нового Завета Вовсе Не Видно Чтобы Павел В чем То Уступал Петру А Даже Напротив Того Сам Петр Как Б Подставился Со Своими Иудейскими Законниками Перед Павлом Послание Галатам 2 глава С 11 по 13 стих Когда же Петр Пришел В Антиохию То Я Лично Противостал Ему Потому Что Он Подвергался Нареканию Ибо До Прибытия Некоторых Хатыакова Ел Вместе С Язычниками А Когда Те Пришли Стал Таиться И Устраняться Опасаясь Обрезанных Вместе С ним Лицемерили И Прочие Иудеи Так Что Даже Варнава Был Увлечен Их Лицемерием Петр Ссылается На Труды Павла Чего Отнюдь Нет В Посланиях Павла О Посланиях Петра 2 Петра 3 Глава 15 И Долготерпение Господа Нашего Почитайте Спасением Как И Возлюбленный Брат Наш Павел По Данной Ему Премудрости Написал Вам Если Павел Боролся С Сатаной И побеждал Всегда Этого Супротивника То Петр Не раз Терпел От Дьявола Поражения И Сам Иисус Назвал Однажды Петра Сатаной Евангелие Евангелие Матфея 16 Глава 23 Стих Он же Обратившись Сказал Петру Отойди От Меня Сатана Ты Мне Соблазн Потому Что Думаешь Не о Том Что Божие Но Что Человеческое 2 Послание Коринфянам 12 Глава 7 Стих И Чтобы Я Не Превозносился Чрезвычайностью Откровений Дано Мне Жало Вплоть Ангел Сатаны Утручать Меня Чтобы Я Не Превозносился По Силе Ненависти Врага Душ Человеческих Кому Либо Легко Понять Как Этот Человек Грозен Для Сатаны Кого Караулили Кирилеры Чтоб Убить Павла Кто Наполнил Благовестием Всю Вселенную Римлянам 15 19 Благовествование Христово Распространено Мною От Иерусалима И Окрестности До Иллирика Книга Деяний 19 Глава 26 Стих Между Тем Вы Видите И Слышите Что Не Только В Эфесе Но Почти Во всей Аси Этот Павел Своими Убеждениями Совратил Немалое Число Людей Ложно Толкуемые Католиками Слова Христа Опровергаются Всей Жизнью И Посланиями Павла И на Павле Можно Строить Пример Для Благовестия А Не Для Господ Над Людьми Евангелие От Матфея 16 Глава 18 19 Стихи И Я Говорю Тебе Ты Петр И На Сем Камни Я Создам Церковь Мою И Врата Ада Не Одолеют Е И Дам Тебе Ключи Царства Небесного И Что Свяжешь На Земле То Будет Связано На Небесах И Что Разрешишь На Земле То Будет Разрешено На Небесах Петр Не Однократно Умолял Не Уклониться В Господство Над Верующими На Чем Устроено Все Папство Первое Послание Петра 5 Глава 3 Стих И Не Господствуя Над Наследием Божиим Но Подавая Пример Встану Прямые Указания Бог Дал Нести Его Учения По Миру Потом Опровержение Опровержение Выйдет И Скандал Препятствия Повыше Эльбруса По Мира Не Говорить Но Молча Созерцать В Иисусову Молитву Тяжко Углубиться Сто Лет Грехи Рассматривать Сердцах На крестные Хода Появятся Лоббисты Свернут Стропы Евангельской Ясной Осудят Благовестия Из Рты Законопатят Распустят Из пустыни Монашеские Басни И Так Застыло Как На Барсе Пятна Под Именем Святейших Недотрог На Всем Анти Евангельском Что в церкви Стоит Благословение Враг Гущий Чем Помпею На проповедь Святую Оживут Гробы Прозуд На воины Вспомнить Не посмеют Христос Послал Апостолов Окрест В Самарию К языческим Народам Подъемля К небу Освещенный Перст Самбона Запрещают Младычинки Утробно Летит Ворочается Шарик Голубой В кромешной Тьме Как думается Нам Но Свет Сокрыт В молекуле Любой И нет Поистине Кромешного Пятна Тьма Лишь В сердцах Отвергшихся Из скверных Где Слово Божие С Иисусом Не приняли Кричу О том Пережигая Нервы Но Против Проповеди Поп Гнусавна Мямлит 11 Августа 2007 Год Игнатий Лапкин Вопрос 3519 Том 23 Книга Открытым Оком Лично Вы Как Считаете Что Кто Более Прав В вопросе Офилиокве Православные Или Католики Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Никогда 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 Не Вхожу В Споры По Этому Вопросу Он Для Меня Неприемлем Невидимое Зачем Трогать В Библии Есть Указания На То Что Исходит Дух Святой И от Отца И от Сына Тем более Уже Принят Догмат О Равенстве Отца И Сына Божия Христа И Его И Самые Крупные Богословы И Святые Отцы Мыслили Здесь Разно Они Были Строго За Никео Цареградский Символ Веры А Другие Отцы Взяты Нынче В Защитники Католической Версии Лично Я Считаю Что Более Приемлемо По-католическим Мыслить Но Так Как Символ Веры Уже Был Принят И Западной И Восточной Церквами То Нужно Держаться Его Неизменно От Нашего Исповедания Исхождения Духа Святого И Там И Здесь Исповедуемо Равным Отцу И Сыну Ровным Счетом Ничего И Нигде Не Изменится Евангелие От Иоанна 14 Глава 16 И я умолю Отца И Даст Вам Другого Утешителя Да Пребудет С вами Вовек Евангелие От Луки 24 Глава 49 И Я Пошлю Обетование Отца Моего На Вас Евангелие От Иоанна 15 Глава 26 Стих Когда Когда Приедет Утешитель Которого Я Пошлю Вам От Отца Дух Истины Который От Отца Исходит Он Будет Свидетельствовать О Мне Пророческий Настрой Понятен Тем Кого События Надежно Подсекают Что Будет Режиссура Злободневных Тем Экспансия Корана Или Война С Китаем Меня Интересует Мой Исход С Чем Доскребусь До Личного Исхода Настрой Духовный Враг Не Растрясет И С Молотка Не Будет Он Распродан Под Обывателям Нетрудно Рассмотреть Про хату С краю Про сверчка Незнайку В конце Таким Не Ожидать Наград В Любви К тому Предсмертное Признание События Цепочка Предсказаний Свершившихся И В очередь Стоящих На Левой Стороне Безбожники С Козлами Рога И Вонь Искусственно Не Спрячешь Бунт Недовольство Дерзость До Ноздрей Искание Своего И Выгоды Всегдашней Чуть Что Не По Его Ударь Спешить Скорей Бросая Дом И С Плевелами Пашню Пророк Пророки Время Успеть Восстанет Душа Приободрись Мужайся Вникая В события Грядущие По Бывшим И Не Выдавливай В себе В соседи Жалость Там Самомнение По Осени Так Пышно Себя Отвергнись Божьим Облекись Пророчествуй По Мере Сил Достойно Уверуй Во Христа Грядущий Близ Иначе На сухом В песках Навек Утонешь 14 Августа 2007 Год Игнатий Лапкин Вопрос 3536 Том 23 Книга Открытым Окон Скоро Уже Полгода Как Произошло Объединение РПЦЗ СМП Можно Ли Увидеть Забываются Ли Прогнозы Не Вошедших В Объединение Что Они Будут Не Вместе Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Так Было Всегда Это Еще Не Окончательное Дробление У Староверов Беспоповцев Количество Ветвей Далеко За Пол Сотню И Это Же У Сектантов Где Насчитывается До 20 Тысяч Руководящих Центров Эти Эти Не Вошедшие Пытаются Как То Объединиться Но Я Совершенно В Это Объединение Не Верю Там На Восемь Ветвей Уже Три Метрополита А При Объединении Они Должны Будут Избирать Патриарха Чтобы Не Понизить Свой Статус Если Первый Иерарх У них Метрополит То Остальные Могут Быть Только Архи Епископами Амбициозность И гордыня Заблокирует Их Намертво Лексика Всех До Единого Говорит Что Они Не Евангельского Духа Не Евангельского Настроя А Благовестии В народе Слово Божие Нет Ни Слова Ни У Кого Им Бы Руководство Создать Им Бы Снова Повторить То Что Развалино Но Это Абсолютно Невозможно Валентину Метрополиту Суздальскому И Владимирскому Председателю Архиерейского Синода РПАЦ Феодору Архиепископу Борисовскому И Санинскому Секретарю Архиерейского Синода РПАЦ Владимиру Епископу Сан-Францискому И Западноамериканскому Предстоятелю РПЦЗ В Агафангелу Епископу Таврическому И Одесскому Председателю ВЦУ РПЦ Тихону Архиепископу Омскому И Сибирскому Председателю Архиерейского Синода РПЦ Антониум Метрополиту Московскому И Всероссийскому Председателю Архиерейского Синода РПЦЗА Дамаскину Епископу Орловскому И Центрально-российскому Григорию Архиепископу Денверскому И Калараскому Ваше Высокое Преосвященничество Дорогой Владыка! Положение Российской Православной Церкви сегодня крайне сложное. Ежедневно над нами появляется угроза полного исчезновения. В силу того, что Русская Православная Церковь вкупе с РПЦЗЛ поддерживается властью. Другие православные юрисдикции лишены своих законных прав и даже возможности открыто действовать. Сегодня существует по крайней мере восемь самостоятельных юрисдикций, взявших свое начало в РПЦЗ. РПЦЗ в юрисдикции епископа Владимира Целищева. РПЦЗ в юрисдикции митрополита Антония Орлова. РПАЦ в юрисдикции митрополита Валентина Русанцева. РПЦЗ в юрисдикции епископа Агафангела Пашковского. ВЦУ РПЦЗ в юрисдикции митрополита Арсения Тихомирова Киселева. РИПЦЗ в юрисдикции архиепископа Тихона Пасечника. Группа епископа Дамаскина Балабанова. РПАЦЗ в Америке в юрисдикции архиепископа Григория Абу Ассаля. В каждой из этих групп от 50 до 300 приходов и общих. Помимо этих групп существует еще несколько юрисдикций, произошедших от УАПЦ или греков-старостильников. Мы осознаем, что у каждой группы сложились свои традиции и правила, которые менять крайне сложно, а возможно пока не нужно. Но наша разобщенность приведет только к тому, что постепенно мы будем уничтожены и не сможем нести людям те крупицы истинного православия, которые пытаемся сохранить. Предлагаю вам принять участие в создании Ассамблеи православных епископов России, в которую войдут руководители или представители каждой из юрисдикций, для того, чтобы иметь возможность защищать свои права и иметь возможность противостоять незаконным действиям чиновников и руководству МП. Ассамблея – административное образование, которое не обязует и не призывает к каноническому и евхаристическому общению, но способствует взаимовыгодному диалогу и тесному сотрудничеству. Создание Ассамблеи должно изначально строиться на принципах уважения позиций каждого из юрисдикций и не должно быть формом для раздоров и разбирательств между ними, а наоборот способствовать развитию церковной жизни. С братской любовью во Христе Арсений Митрополит Коломенский и Можайский, председатель ВЦУ РПЦ. Электронная почта, эдитер собака, портал Кредо.ру похожа на то, что будут посредством экономии менее разборчивы, чтобы только увеличиться числом. Пророк Исайя, 30 глава, 1 стих. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху». Невеста, девушка, смышляла жениха. Тут нет еще греха, да вот, что грех она была спесива. Сыщи жениха, чтоб был хорош, умен, и в лентах, и в чести, и молод был бы он. Красавица была немножко прихотлива. Ну, чтобы все имела, кто ж может все иметь? Еще и то заметь, чтобы любить ее, а ревновать не сметь. Хоть чудно, только так была она счастлива, что женихи, как на отбор, признатные катили к ней на двор. Но в выборе ее и вкус, и мысли тонки. Такие женихи другим невестам клад, а ей они, на взгляд, не женихи, а в женишонке. Но как ей выбрать из этих женихов? Тот не в чинах, другой без орденов, а тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты, то нож широк, то брови густы. Тут этак, там не так, ну не придет никто по мысли ей никак. Посмолкли женихи, годка два перепали, другие новых сварь заслали. Да только женихи средней уж руки. Какие простаки, твердит красавица, по них ли я невеста? Ну, право их затей неуместы, и не таких я женихов с двора с поклоном проводила. Пойду ли я за кого из этих чудаков, как будто б я себя замужеством торопила? Мне жизнь девическая ничуть не тяжела. День весела, и ночь я, право, сплю спокойно. Так замуж кинуться ничуть мне не пристойно. Толпа и это уплыла. Потом отказы слыша те же, уж стали женихи навертываться реже. Приходит год, никто не идет. Еще минул годок, еще уплыл год целый. К ней свах никто не шлет. Вот наша девушка уж стала девой зрелой. Зачнет считать своих подруг, а ей считать большой досуг. Та замужем давно, другую сговорили. Ее как будто позабыли. Закралась грусть в красавицыну грудь. Посмотришь, зеркало докладывать ей стало, что каждый день, а что-нибудь из прелести ее лихое время крало. Сперва румянца нет, там живости в глазах, умильные ямочки пропали на щеках, веселость, резвости как будто ускользнули, там волоска два-три седые проглянули. Беда со всех сторон. Бывало без нее собрание непрелестно, от пленников ее вдруг в круг. Ней бывало тесно. А ныне, ах, ее зовут уж на бастон. Вот тут спесивица переменяет тон. Рассудок ей велит замужеством торопиться, перестает она гордиться. Как косо на мужчин девица не глядит, а сердце ей за нас всегда свое твердит. Чтоб в одиночестве не кончить веку, красавица пока совсем не отсвела, за первого, кто с ней присватался, пошла. И рада, рада уж была, что вышла за калеку. Крылов, 1805 год. Вопрос 3546, том 23. Книга открытым оком. Какое течение или какой главный вопрос сегодня в православии, который мешает исповедующим Святую Троицу быть единомысленными? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Незнание писания, неверие в силу Божью, что Бог тебя и среди еретиков может сохранить для царствия своего. Евангелие от Марка, 12 глава, 24 стих. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная писаний, не зная писаний, не силы Божьей?» Апостол Павел, подводя итог всей своей многотрудной жизни, сам указал нам, что же будет завершать наш жизненный путь, мелочные ли вопросы о том, с кем ты молился, или всплеск твоей негаснущей любви ко Христу, выразившийся в плодах, и сам себя канонизировал, причислил клику святых, прославил свой путь. 2 Тимофея 4, 7 «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». В чем же заключалась вера Благовестника, что за подвиги он совершил в течение той жизни, которую уже завещает? О том нам точно повествуют его 14 посланий и книга «Деяния апостолов». Более ни строчки, ни послуг о том нет нигде во Вселенной, ни о молитве с еретиками, ни о старом или новом стиле, и совершенно ни о чем над чем бьются ныне замшелые в злобе греки и доморощенные самосвяты и пустосвяты в России за рубежом. Бьются за каноны, запрещающие молиться с еретиками, и далее опускаются в пространные рассуждения о том, кто, когда и что сказал о том, чтобы не молиться с еретиками, чтобы только не оскверниться молитвой с еретиками-раскольниками. И вот создают одну трущобу, за другой одна другой чище, похвалятся, что и когда от кого, кто и когда от кого отделился, как старостильные греки, как староверы буквально в мракопесии злобы захлебнулись против всех исповедующих Святую Троицу, но кто не с ними. А сами для старообрядцев являются теми же новообрядцами, что и пресловутые никоньяни. Получаю на днях брошюрку в 43 страницы «Православная церковь и лжецеркви». Страшно делается за автора, за его слушателей, в какую тьму и в какие завалы вовлекает он души, не привязанные к Библии. Пророк Иеремия, 2 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Как грубо надсмеялся сатана над бессмертными душами, увлекший их в мусорные веяния времени, поиск врагов, определение чистоты веры по своей мерке. Все погрязло в нетерпимости иного взгляда и мнения, даже и не связанного со Словом Божьим. А слово «нетерпимость» вообще отсутствует в Библии и не случайно, его просто не было. В 1881 году, раз в полной Библии, встречается слово «если». И это говорит о том, что вполне допустимы где-то разные вариации разномыслия. 1 Коринфянам 11 глава 19 стих. «Ибо надлежит быть вам и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусны». Если чего нет в Библии, о том и не рассуждать, то многое уже сегодня освободит ум от превозношения одного знатока канонов и мнения смертных пред другими знатоками уставов. Если бы эти старостильные крохоборы и ловцы чужих блок заучили наизусть хотя бы вот это одно из речений пророка древности и потом повторяли бы его перед каждой молитвой, то, может быть, прояснились бы их обраченные души. Они бы увидели, что давно впали в ересь нелюбви к Слову Божию и нелюбви ко Христу, засохли давным-давно. Пророк Исаия 28 глава с 10 по 13 стихи Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить этому народу. Им говорили «вот покой, дайте покой утружденному и вот успокоение». Но они не хотели слушать и стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Эти зачумленные своей мнимой правотой, мнимой близостью к Богу, через борцов с ересями, со всеми изысканиями своей исключительности, со своими расследованиями того, кто и когда ни с кем помолился, подпадают под клятву Давида. Псалом 63, с 7 по 11 стихи. «Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца, но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены, языком своим они поразят самих себя, все велищие их удалятся от них, их боятся все человеки и возвестят дело Божие и уразумеют, что это его дело, а праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него и похвалятся все правые сердцем». В деревне в праздник под окном помещий, чьих хором народ толпился. На белку в колесе зевал он и дивился, вблизи с березы ей дивился тот же дрозд, как бегала она, что лапки лишь мелькали и раздувался пышный хвост. «Землячка старая», спросил тот дрозд, «Нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь?» «Ох, милый друг, тружусь весь день, я по делам гонцому барина большого, но некогда ни пить, ни есть, ни даже духу перевесть». И белка в колесе бежать пустилась снова. «Да», улетая, дрозд сказал, «То ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне». Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему девятся все, он, кажется, из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе». 1832 год Крылов книга «Открытым оком», том 24, вопрос 3578. «Исходя из сегодняшнего состояния православия, какая же видится перспектива у церкви православной?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин «Никакой, а все туман и мрак. Вы откройте любую газету в любой епархии и что там увидите. Иконы, календарные святые, поездки и служениях храмов и архиереям. И везде все разные конференции, чтения, собрания, отчеты, все группами, компаниями сидят дядьки в черных одеждах и турецких колпаках. Сидят и сидят и на службы выходят толпой рядом с архиереем с двух сторон, шпалерами стоят и молчат, а потом раскланиваются и уходят молча. Разговорятся только там, в алтаре, друг с другом о разных забавных вещах. А в это самое время от двери к двери идут сектанты. В это же самое драгоценное времечко идет у них подготовка миссионеров во все страны. Что толку от Министерства вооруженных сил, если не готовят солдат, если с ними не занимаются, не проводят сражения. А в это время в разных лагерях готовят тысячи смертников и смертниц. Кто кого будет бояться? Поговорите с семинаристами, чему их там мучат? Да это же уже покойницкие кадры. Им бы отпевать и только был бы мочить, ибо сами попы с архиереями некрещенными. Неверие в Библию, абсолютное невежество в Писании, православие не имеет будущности, основанное на знании Писания на апостольском служении. Все обряд, традиции и грызня за доход, за пресловутую каноническую территорию, а теперь еще новая чума с канонизацией, как помешались на ней, с мертвецами возятся, мощи кромсают, иконы таскают по крестным ходам и святым местам замаялись, а сектанты, разнокалиберные еретики в это время делают свое дело искренно и старательно, напористо и безответственно, как слепой не видит, что нога его над пропастью, так и служителя алтаря. Они забились в тихий уголок и в завтра никак не хотят здраво и трезво взглянуть. А там их ждет то, что недавно было. Храмы отнимут, их вышвырнут, как совершенно негодных идолов, народ старый перемирает, а новым уже ничего суррогатного не нужно. При случае поговорить с сектантами вы почувствуете их персональную и глубокую веру во Христа и в Священное Писание. Не суеверия, не корни и традиции, предания и празднования различные. Порог Исаиев, 1 глава, 13 стих. Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, без закония и празднования. И книга в старозаконе, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Какой-то молодец купил огромный дом. Дом, правда, дедовский, но стройный на славу. И прочность, и уют, все было в доме том, и дом бы всем пришел ему по нраву. Да только-то беды немножко далеко стояло от воды. Ну что ж, он думает, в своем добре областен, так дом мой, как он есть, велю машинами к реке перевезть. Как видно, молодец механикой был страстен. Лишь сами под него подвезть, подрывшись наперед, ему под основание, а там уже, изладя на катках, я воротом, куда хочу, все здание поставлю будто на руках. И что еще, чего не видано на свете, когда перевозить туда мой будут дом, тогда под музыкой с приятелями в нем, пируя за большим столом, на новоселье я поеду, как в карете. Пленяся глупостью такой, и к делу приступил тот час механик мой. Их подрядил, под домом рылся, рылся, ни денег, ни забот, ни мало не берег, однако ж дома он перетащить не мог. И только до того добился, что дом его свалился, как много у людей затей, которые еще опасней и глупей. Крылов Вопрос 3587 том 24 книга открытым оком «Что слышно про епископа Диамида Чукотского? Служит ли он еще?» Отвечает Игнать Тихонович Лапкин. «Я лично его не знаю, только молюсь о нем ежедневно в утренних молитвах с произнесением его имени. А если в том пользе ему, Бог только знает». Газета «Известия» за 27 ноября 2007 года на странице 2 поместила статью о нем, что он патриарха Алексия Редигера Иудой назвал за то, что тот якобы молился с католиками недавно и якобы требовал через интернет от того покаяния. Сама патриархия доказывает, что не молился, а только святыням поклонился а такое не было допустимо всегда. Диамида Дзюба представляют ревнителем древнего благочестия. Да с ним старобрядцы и разговаривать не будут на эту тему. Для них он один из никонья накаянных. И для старостильных греков он сам уже будет иритиком и вероотступником. Если бы Диамид пошел на благовестие, как шли апостолы, он бы не искал такие обвинения, которые не оказывают никакого влияния. Допустим, что патриарх в этом году не был у католиков. И что изменилось бы в России? И что бы тогда было с Диамидом, где бы он вдруг появился в интернете и на какую тему стремился бы? На снимке Диамид стоит вроде бы с книгой. С какой? С книгой правил. Ему бы взять в руки Евангелие и всех своих мобилизовать на проповедь, поучиться у сектантов, которые в его краях довольно успешно обращают диамидовых мертвецов, его слепых овец в свою веру. Можно было вообще патриарха ему не трогать, ибо это грозит для него запрещением. Практически не за благовестие. За что пострадает? А когда его запретят, то там и слова вообще не дадут сказать. Почему диамид ни слова не сказала заросшей по его вине Ниве о нераспаханных территориях, на которых окажись он здесь, да вряд ли мы бы вообще с ним встретились. Так уж под ажиотаж кто-то бы и сказал о нас. Не евангельский он работник. Лично я от него ничего евангельского не жду и впредь. А так вот будет цепляться то за патриарха, то за Кирилла, и будет наращивать лишний вес в эфире и на животе. Послание к римлянам, вторая глава, с 19 по 21 стихи. И уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невест, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Осел увидел соловья и говорит ему, послушай-ка дружище, ты сказывает петь, великий мастерище, хотел бы очень я сам посудить твое, услышав пение, велико подлинно твое умение. Тут соловей являть свое искусство стал, защелкал, засветал, засвистал, на тысячу ладов тянул, переливался, то нежно он ослабевал, и томно и вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг порощи рассыпался. Внимало все тогда любимому любимцу и певцу Авроры, затихли ветерки, замолкли птичек хоры, и прилегли стада, чуть-чуть душа пастух им любовался, и только иногда, внимая соловью, пастушке улыбался. Скончал певец, осел, уставив в землю лбом, изрядно говорит, сказать не ложно, тебя без скуки слушать можно, а жаль, что не знаком ты с нашим петухом, еще б ты более навострился, когда бы у него немножко поучился, еще б ты более навострился, когда бы у него немножко поучился, услышал суд такой, мой бедный соловей вспорхнул и полетел за три-девять полей, избави Бог и нас от этаких судей. Крылов 1811 год Вопрос 3777 том 26 книга открытым оком «Если слово Божие не было распространено на Руси, то как же могли учить своих прихожан священники?» отвечает Игнать Тихон Челапкин «Да никак! Главное же богослужение и как можно чаще исповедоваться и как можно чаще причаститься». А дальше все идет по обычаю мира сего. Священники и тогда были замордованы архиереями, а архиереи состояли на службе у царей, которые выворачивали совсем уж не в ту сторону, хотя и числили себя православными. Вот так дело и обстояло. Император русский антихрист Петр I направляет в Сибирь своего послушного клеврета из хохлов. Специально подбирали таких, кто был предан царю до последней волосинки на своем теле. До этого Петр пожелал отправить туда, и чтобы навести порядок со староверами Дмитрия Ростовского. Тут подбирал же гонитель по признаку ненависти к староверам, ибо у этих выходцев с Украины не было ни малейших зацепок в памяти быть милостивыми к раскольникам, ибо там на их родине не было старобрядцев. Писания не было и не учили ничему. Дмитрий не поехал якобы под полезней и связи с отдаленностью от библиотек, ибо боялся не дописать жития святых. И даже этот отказ Петр ему простил, и на его место снова берет с Украины, но исключительно мирского человека, театрала не знавшего, что такое миссионерство и как вести себя с теми, кто с ним не согласен. Архимандрит Тихон Бобов Апостол Сибири Страница 34 В начале 1702 года, приближаясь к Тобольску, преосвещенный Филофей обозревал все встречавшиеся на пути церкви в своей епархии, начиная с Урала, знакомился с духовенством, отмечал встречавшиеся недостатки и непорядки. «Егда грядущим нам из царственного града Москвы», писал святитель иркутскому архимандриту Максиму, «приедохом в сибирские страны и видихом в церквах Божиих великое нестроение, такожде и от посланных нами духовного чина людей в ближние верховые города и уезды для досмотра в святых церквах, о том же нестроении подлинно известившееся, какое в них нестроение не лесть и писанию предатей». А, не ледь, простите, и писанию предатей. Невозможно даже на бумаге выразить. Страница 35-я «Крестить священникам повелено до вкушения пищи и питья. Запрещалось отпевать не только опившихся и самоубийц, но и утонувших во время купания играющих и упавших с качелей убитых во время разбой и воровства. Духовенство сибирское не образовано. Не позволять монахам и монахиням жить и бродить в мире, производить выходы из алтаря северными, а не южными вратами, ходить при крещении и при совершении таинств и треп не по раскольничьи, а против солнца, то есть к востоку. Миряне не знают простейших молитв, грешат против заповедя целомудрия, унаследовав этот порог, от первых поселенцев-казаков, безженственных и бессемейных насильников Сибири. Раскол постоянно торгает на церкви сотни и даже тысячи людей, придавая их огню. Местные народцы остаются до сих пор без христианского просвещения. Магометанство не только не ослабевает, но увеличивается из-за привлечения к исламу и долопоклонников. Водчины архиерейского дома присвители Филофеи тоже пришли в лучшее состояние. В них определены опытные управители и хлеба теперь было достаточно и даже в изобилии. Люди отвыкали от общественных богослужений, практически не говели и не причащались, неизбежно охладевали христианской жизни и становились легкой добычей раскольников. За 25 лет пребывания в Сибири Филофея количество церквей увеличилось до 448. В 1700 году по царскому указу прекращены выдачи красного вина ладана и воска. Заботясь о церковном благолепии, митрополит Филофей исходотайствовал у императора восстановления этого обычая, который существовал и издревле. Священников катастрофически не хватало, а те, кто были, отличались полной необразованностью в духовных вопросах, отчего и допускали различные канонические нарушения. Страница 39. Чиновникам за притеснение священнослужителей государь грозил строгим судом, а кроме того, необходимо было начинать проповедь среди идолопоклонников и магометан. Филофея считают основателем первого в Сибири театра и в 1705 году составил первую его постановку. Владыка сам писал комедии, трагедии, драмы для своего детища и ученики архиерейской школы приучались через участие в выступлениях к свободному произнесению проповедей. Для увеселения и назидания жителей ставили их. Охотник Владыка был до театральных представлений, славные и богатые комедии делал и когда нужно было на комедии собираться, тогда владыка в соборные колокола благовест производил. Театры были между соборную и сергиевскими церквами, а раскол все умножался. Страница 42-я с горячностью малороса он просил Петра Первого церковных раскольников, отступивших от святые церкви и в упрямстве необратно стоящих, истреблять, а прочих же церковных же раскольников, где явятся, всякими наставлениями приводить до соединения святые церкви, а не покоряющихся, дамы их разграбляте на великого государя, а их смерти предавайте. Разрешение последовало в духе того времени, которые раскольники, собрав люди, сожигали, таким ворам, хотя и покаются, без всякой пощады во страх иным также ворам сжечь. Страница 21 6 января 1679 года В пламени сгорело до 1700 староверов, по сведениям Н.А. Абрамова 2700. В 1682 году в Уятской Слободе сожгли себя 400 человек. В 1686 году в пустыне Верхотурского уезда 100 человек. На Пасху 1686 года во время заутренней в селе Каменске Каменка Тюменского уезда сгорела церковь и 250 человек. Перечисляются церкви и где были сожжены староверами. К 1740 году на Камчатке существовали 4 церкви. Окрещённых Чандалов не было 100 человек. В неуспехе миссии виновны были не сами миссионеры, а покорители Камчатки, грубые и безнравственные казаки, чинившие причисления Камчаталам. Самих остяков и вагулов от мала до велика царь повелел крестить тем, которые пожелают креститься, простить все недоимки прошлых лет и выдать из казны кафтаны, рубашки и хлеб по рассмотрению. Их князьям предложить креститься. Если изъявить желания, то обнадежить их царской милостью, но насильно не крестить. Беседовали с главным ламой, вокруг которого было около двух тысяч лам, принесли Филофею оттуда и письмо старому ламе священнику, великому ламе над ламами лами, Филофею ламе челом бью и прочее. Вероятно, силы миссионеров были недостаточны для такого трудного подвига. Для покрытия сараев по изготовлению кирпичей привезли две тысячи вазов соломы. И в 1708 году было изготовлено 114 тысяч двести кирпичей. Хорошие были иконы, которые поражали молящихся при взгляде на них. Было два пророчества у Филофея. Когда велел собрегать в сани и ночью пошел снег, и когда рыбаки сокрыли большую рыбу, и он сказал им, детки здесь, а где матка? И рыбаки отдали две большие нельвы. Сам архиерей любил рыбачить, когда же стал чувствовать приближение смерти, и просил похоронить его при входе в Тюменскую обиде, чтобы люди попирали его могилу как соль потерявшую силу. 31 мая 1727 года на 1777 году почил. Поток паломников не иссякал к его гробу в течение почти двух столетий. Люди с нужбами и скорби приходили на его могилу, служили панихидой и получали просимое. Крестил около 50 тысяч инородцев. Таков апостол Петра Первого. Мы только случайно узнаем тайные приказы царей против исконных жителей приверживаться в той старины, какую привез князь Владимир. Книга Премудрости Соломона, 12 глава, 5 стих. Безжалостными убийцами детей и на жертвенных пирах, пожравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях. Третья Маковейская, 5.31 Царь же, полный сильного гнева с нечестивым замыслом, велел целым походом со зверями, вышел целым походом со зверями, желая по жестокости сердца видеть собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей. Благодарю за внимание, отхожу. с Богом! С Богом! С Богом! Продолжение следует...